Привет, друзья! Как вы, думаю, догадались, я была в фикс-прайсе. И сегодня у меня была такая мега-закупка перед летними месяцами. То есть, лето, в принципе, уже началось. Сегодня у нас 2 июня. Но, собственно, я пошла в фикс-прайс, как обычно, только за бриджами. Но в итоге мне понравились, приглянулись кое-какие товары. И, в общем-то, я окупилась на полторы тысячи. Чек я покажу в конце. И давайте я вам покажу, что я взяла, собственно, и зачем. Так, давайте начнем, наверное, с канцелярских товаров или чего-то подобного. Взяла вот такую книжку. Я уже брала одну книжку из этой серии. И я почитала в конце. Здесь есть целый список книг, которые входят в эту серию. И, в общем-то, я решила собрать их все. Поближе покажу. Я читала... Сейчас... Ох, господи. Уже месяц просто прошел. Вот. Дорогая Мэгги. Я уже ее прочла. И вот в конце увидела вот эту вот картинку со всеми другими книгами. И решила, что хочу всю коллекцию. Вот. Это такие детективные романы, скажем так. Та книга мне понравилась. Она будет в обзоре, прочитанном за июнь. В конце, наверное, месяца. Как раз перед отъездом. И, в общем-то, я о ней расскажу. И думаю, что, наверное, об этой тоже расскажу. Они довольно быстро читаются. Вот. Сейчас пока ничего не могу сказать. Просто собираю коллекцию. Так. Дальше. Взяла вот такие спонжи. Честно говоря, взяла их для творческих нужд. Очень удобно, когда делаешь украшения из полимерной глины. И вот пройтись таким спонжиком, чтобы убрать отпечатки пальцев. При этом спонж немножко имеет такую какую-то пористую структуру мелкую. И придает, ну, такую оригинальную фактуру. Особенно, когда делаешь цветочки, чтобы такой бархатистый был лепесток. Вот. Мне кажется, отлично подойдет. Стоило, как видите, 55 рублей. В общем-то, косметикой я декоративно не пользуюсь. Поэтому мне не для этого. Для творческих нужд. Следующее. Я думаю, вы догадываетесь. Это новые скотчи нам завезли. Вот такие вот. Естественно, я не могла их не взять. Ну, как же так? Чтобы у меня была коллекция полная. Довольно симпатичные. Здесь такие а-ля кожа или что-то такое. Здесь вот веселенькие всякие с сердечками и горошками. Так. И еще один. Я над ним долго стояла. И думала, брать мне или не брать. Потому что вот эти три у меня есть. А вот такой нету. Такого. И, в общем-то, я решила, что ладно, возьму. Чтобы была круглая сумма. Вот. Ну, и, соответственно, вуаля. Как вы думаете? Я просто не могла пройти мимо. Ну, как же так? Я так понимаю, что это а-ля ежедневник. Но, раз здесь кошки, я думаю, использовать, может быть, для каких-то записей Алискиных. Ну, не знаю, посмотрим. Потому что мы к ней, с ней теперь к врачу ходим. К доктору. К тете доктору. Вот. К терапевту. И, в общем-то, может быть, записывать сюда буду что-то касательно животных. Давайте я открою, чтобы не шуршать. И покажу вам, какой он внутри. Вот такие кошечки. И здесь сверху такая пластиковая, как бы, обложка. Немножко мусора какого-то попало. Вот. И здесь тоже такая пластиковая обложка. Под ней, собственно, кошки с картинками. А дальше идет просто блокнот. Ну, а-ля ежедневник. То есть здесь дата. И пишешь... Ну, мне нравится, что он на кольцах. И на... Ну, да, на кольцах. И в клеточку. Это прям вот для меня идеально. Ну, и плюс кошки. Так. Дальше давайте, наверное, покажу еду. А потом уже самое интересное. Взяла на пробу. Тоже у многих уже видела. Этот. Эти коктейли молочные. Вот. Взяла для себя на пробу. Потому что, в принципе, я что-то ходила. Ходила вокруг них. Выбирала, выбирала. Ну, не знала. 25 рублей. На самом деле, баночка не очень большая. Я взяла три штуки разные. Значит, шоколадный, банановый. И пломбир. Вот. Молоко с пломбирным вкусом. Я как-то брала в обычном магазине. Мне очень понравилось. Здесь 250 миллилитров. Получается за 25 рублей. Для фикс-прайса это дороговато. Потому что баночка вот. То есть, максимум. Разводите пальцы. И вот она сюда влезает. Между указательным и большим. Вот она, в принципе, не такая уж крупная баночка. Коробочка. Вот. Но молоко с пломбирным привкусом мне нравилось. Попробую. Это расскажу, понравится или нет. Вообще, стоит ли такое брать. Потому что, очень, ну, говорят, что очень много химии. Сейчас я посмотрю. В таких продуктах из фикс-прайса. Я вообще очень давно уже не брала никакую еду в фикс-прайсе. Так. Ну, тут у нас. Вот, давайте покажу. Цельное молоко. Обезжиренное молоко. Сахар. Какао. Стабилизатор. Карагинан. Мороженое даже есть. Вроде как натуральное. Так. Моноиди, клецериды. Жирных кислот. Камедь рожкового дерева. Гуаровая камедь. Камедь тары. Карагинан. Ароматизатор ванилин. Ароматизатор. Ароматизаторы. А вот какие не указано. Соли. Стабилизаторы. Но это чтобы он не слеживался и не отслаивался, я так думаю. И ортофосфаты. Ну, в принципе, состав, я вам скажу, более-менее приличный. Здесь никаких добавок и красителей нет. Производство. В общем-то, состав довольно-таки хороший. Попробую. Потом расскажу в следующих видео. Так. Что касательно еще еды. Свела я у нас появились вот такие батончики. Значит, протеиновые. Они все по 25 рублей. С кокосом. Здесь нарисовано. Я взяла три. Как бы я люблю кокос. Вообще, кокос это моя тема. Взяла два шоколадных. Вот здесь нарисовано. И один с ванилькой. Попробую. Тоже я, как бы, таких не видела у нас. Появились вот только-только. Попробую, расскажу, понравились ли или нет. Вот помните, у них был такой синенький с кокосом. Вот тот просто моя любовь на всю жизнь. Но он у нас пропал. Появились вот эти. Расскажу в следующих видео. Вообще, имеет ли смысл их брать. Потому что есть там еще протеин бар с карамелью. Такой маленький. Смысла нет. Брать он очень-очень приторный. Вот. И, ну, даже не знаю. По сравнению с синим, который с кокосом. Это чересчур приторно. Это, наверное, больше подойдет диабетикам, чем спортсменам. Так. Теперь покажу. Появилась в фикс-прайсе вот такая новинка. Это витамины для кошек. Мы вчера с Алиской ходили к доктору. Вот. Сегодня анализы сдавали. В общем-то, я увидела в фикс-прайсе. Мы с ней уже принимаем тоже доктор Зоу. Но другие. У нас и омега-3, и комплексные витамины. Я решила вот такие взять для здоровья шерсти и кожи. В принципе, здесь все то же самое. 65 таблеток. Но в зоомагазине я такой брала за 86, по-моему. Этот мне стоил, по-моему, 50 или 55. Ну, в чеке вы увидите. Вот. В принципе, по датам здесь все нормально. Еще там были ошейнички для кошек. Но нам не нужно. Мы на природу не ходим. И еще я взяла вот такую вещь. Но это уже не в фикс-прайсе. Просто до кучи покажу. Как оказалось, у нас с Алиской после родов очень сильно ослабла. То есть у нее выпадает шерсть. Она практически не ест. Очень плохо ест. И вот врач вчера нам посоветовал вот такой препарат. Здесь комплексные витамины, минералы. В общем-то, комплексная такая кормовая добавка. И вот этого тюбика должно хватить... Не тюбика, а здесь флакон. Его должно хватить на полтора года. Да, вот. Вот так он выглядит. Вот, 70 миллилитров. Его должно хватить на полтора, а то и на два года. Вот. Если интересно, я потом расскажу, как наши впечатления. И давайте перейдем к более интересным товарам. Приобрела я вот такие вот... Не знаю даже, как назвать. Сабу. Или полусабу. В общем-то, они вот на такой подошве. Здесь где-то около 4 сантиметров высота. Они очень легкие. Очень легкие. Вот это покрытие похоже на пробковое. Но, скорее всего, это какая-то пенка. Очень приятная на ощупь. Вот. И вот здесь единственное... Ну, я выбирала более-менее, чтобы были одинаковые. Что левое, что правое. Не знаю, видно ли на видео, Что здесь вот нижняя часть белая, верхняя желтая. А здесь наоборот. Нижняя желтая, верхняя белая. А здесь еще, кстати, я не сразу заметила. Здесь липучка. Вот. Я взяла их маме. Она как бы дома ходит в таких. Ей удобно на таком подъеме. Вот. И они легенькие. Там были... Я долго копалась. Были вообще разные. То есть, один тапок полностью белый, Другой полностью желтый. Но вот кто на улицу пойдет, Это же кошмар. Ну, как будто из разного... Из разных партий вообще. Шлепки. В общем, я выбрала вот такие. Вот более-менее они одинаковые. Тем более, они скреплены. Их никак не раздерешь в магазине. И вот здесь, если вам будет видно, написано, что сделано в России. И размер у меня я взяла 38-й. Вот тут, кстати, смотрите. Вот именно вот эти, они маломерят. То есть, мне нужен был 37-й. Они вообще на очень маленькую ножку. Я так посмотрела, какие-то они странные. Вот 38-й, это идеальный 37-й. То есть, на один размер они ошиблись. Вот. В общем-то, взяла вот такие для мамы. А себе я взяла вот такие вот шлепки. На улицу просто ходить. Не думаю, что на дачу. Потому что здесь вот какое-то бархатистое покрытие. И оно очень быстро загрязнится. Ну, вот в городе, может быть, куда-то погулять. Какая-то легкая прогулка в парк. Думаю, что будет хорошо. Они довольно симпатичные. Легкие тоже. Вот эта вот фирма Гейзер. И те тоже Гейзер. Я слышала, что очень хорошая фирма. И, по-моему, Олечка Балл показывала буквально тоже недавно в своем видео о фикс-прессе. Она взяла какие-то тоже там шлепки. И тоже этой фирмой она ее очень хвалила. И говорила, что она купила, покупала такие туфли в обычном магазине. И очень довольна этой фирмой. Вот. Собственно, тоже произведено в России. Вот. И я взяла 38-й размер. Во-первых, потому что этих 37-го не было. Был только 41-й и 38-й. Поэтому я взяла 38-й. Вот. Мне кажется, они довольно симпатичные. Ну, и потом зеленый цвет. Я люблю зеленый цвет. Вы же знаете. Это моя страсть. Любые оттенки зеленого цвета. Так. И так же я приобрела трое бридж для дачи. Я думаю, что если вы смотрите канал Анны и Анлики, моей любимой подружки, то вы уже видели эти бриджи. То есть, ну, обычные вот такие бриджи. Вот здесь резинка. Вот. И они такой средней длины. Вот. Стоят они 99. Я выбирала подходящий размер. Там были еще малиновый цвет. И все. У нас вот было 4 цвета. Малиновый, лазурный, синий и черный. Вот. Малиновые я брать не стала. Мне показалось, что они как-то очень просвечивают. И еще на, скажем так, органолептическое касание, на органолептические свойства, я посмотрела, они сделаны из разных тканей. То есть, вот лазурные, например, они более плотные по сравнению с синими. Вот. Они немножко плотнее, не так сильно просвечиваются. Здесь более упругая резинка. Вот. И, в принципе, ну, вот по ощущениям они как-то более плотные. Я даже не знаю, как вам передать. Даже вот, когда в один слой трогаешь, вот эти вот синие, они прям тоненькие-тоненькие. А вот эти, они более плотные. И вот по тягочести тоже немножко разные. То есть, лазурные, они фактически не тянутся. Вот. Это все, что я могу в поперек растянуть. То есть, синие, они довольно сильно растягиваются. То есть, пружинищая ткань. Вот. И я еще выбрала черные. Черные они как-то очень маломерные, но, в принципе, хорошо тянутся тоже. Здесь упругая резинка. Ткань такая же тонкая, как у синих. И, в принципе, внизу тоже они как-то не сильно тянутся при этом. В общем-то, я подозреваю просто, что краели не подолевой, поэтому они все тянутся в разных направлениях. Вот. Но мне для дачи, я специально брала именно для дачи. И я брала 50-й размер. Все-таки ушить гораздо проще, чем потом вставки какие-то делать. Ну, если вдруг что, нужно будет расширить, а возможности нет. Поэтому, по мне, так ушить гораздо проще, чем делать надставки какие-то. Вот. И тем более, что там были только у нас размеры 42-44, 50. И вот 48 черные только одна штучка была. Одни штанишки. Вот. И еще я взяла себе целую кипу маечек. Думаю, что тоже вы их все уже видели, потому что они расцветкой повторяются во всех фикс-прайсах. Я в общих чертах покажу. Так. Я в общих чертах покажу. Собственно, маечки все одинаковые. Значит, внизу подгибка. В принципе, нитки особо не висят. Единственное, что нитки от оверлака вот здесь вот немножко торчат в подмышке. Вот. Сверху они абсолютно одинаковые. То есть здесь такая кулиска и лямочки. Вот. Брала я размеры там все одинаковые. У нас 44, 50. Вот. В принципе, я думаю, что это хорошо, что 44, 50. Если похудеешь, легче ушить, чем опять же делать какие-то надставки. Вот. И, в общем-то, вот расцветку я выбирала такую хаотичную, потому что все-таки хаотичные расцветки, они смотрятся интереснее. Вот. И еще взяла две такие полосатенькие, можно сказать. Вторая вот такая вот. Мне понравились, кстати, огурцы. Но, когда я у Анютки видела, мне очень понравилось. Но на деле оказалась маечка очень темная. Прям очень такая мрачноватая. Но я решила взять, если что, мама ее возьмет. В принципе, у нас почти одинаковые размеры. Потом также вот такую я взяла. Мне понравилась. Она такая вроде как розовая и в то же время не совсем девчачья. Затем вот такую вот с полосками. Здесь такие верблюдики. Я ее долго выбирала, присматривала, брать или не брать. Даже не знала. Но если что, отдам маме. И последняя была вот такая синенькая. Тоже в полоску горизонтальную. Но здесь такой абстрактный орнамент. И какие-то растительные. Тоже, в принципе, непринужденная. Кстати говоря, хотела сказать, что ткань очень приятная. Она с изнанки. То есть, этот рикотаж подозреваю, что хлопок. А нет. Полиэстер и эластан. Да. Но, знаете, у меня платье есть из такого же материала. Очень приятное. Очень хорошо сидит. Никогда в нем не жарко. С изнанки оно гладкое и немножко прохладное. Что, как бы, да, создает впечатление. Такое ощущение, что ты... Ну, тебе не жарко, ты на улице. То есть, все время какая-то прохлада. А снаружи оно, с лицевой стороны, оно такое, чуть-чуть какое-то, такой приятное, бархатистое, что ли. На нем нет ворса, но оно такое вот, не знаю даже, как сказать, эффект такой, как будто бархатистости какой-то присутствует. Но это такая ткань. Очень приятная. И я вам скажу, что, имея опыт ношения платья из такой же ткани, могу сказать, что ткань очень хорошая. И вы не запаритесь. И, в общем-то, одни только плюсы. Вот, но опять же, то есть, тут, смотрите, вот я выбирала долго-долго. Вот тут, например, торчат нитки. И вот, если за одну потянуть, она начинает распускаться. Вот, то есть, нужно обязательно завязать узелок и спрятать ее в шовчик. Но это уж сделано в Китае, да, написано. Но тут уже ничего не поделаешь, как бы, если не нравится, просто нужно самостоятельно это доделать. За такую цену, конечно, что вы хотите. Но за такую цену, кстати, довольно-таки хорошие маечки, очень хорошие. Так что советую, если вы еще не сбегали и не купили себе такие, там есть очень тоже хороших расцветок и мужские футболки, и мужские майки на двух лямках. Такие в стиле, как сказать, хаки. То есть, разными разноцветными пятнами. Зеленые, синие и коричневые. Вообще, очень много всего появилось. Я как-то раньше одежду не присматривала в фикс прайсе, но вот теперь буду присматривать. Вот, такие были у меня покупки перед летом. Думаю, что довольно много я взяла. Я не планировала так закупаться. Обязательно подписывайтесь, если вы не подписаны. Ставьте пальчик вверх, если вам нравится такое видео. И забыла вам показать, значит, это я покупала вот эту вот жидкость для Алиски в зоомагазине. Вот она у меня тут. Так, и вот фикс прайс у меня. Давайте я вам покажу. Как вы видите, живу я на Вишняковской улице. Вот такие товары. Если что-то вдруг заинтересовало, вы можете остановить и посмотреть более детально. Стоимость там, количество и прочее. Вот такой чек. Так, еще я также воспользовалась, нет, не воспользовалась. Мне начислились баллы, но тут вот еще какая-то скидка, бонус, что-то такое. Вот, в общем-то, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. Ставляйте комментарии. Если нравится такое видео, обязательно ставьте лайк. Я буду видеть, что вам нравится тема фикс прайса. И увидимся в следующих видео. Кстати, у меня сейчас все еще проходит конкурс с вопросами-ответами. Ссылку вы найдете в описании. Также она будет в информационном блоке на экране. И участвуйте, если вы еще не участвуете. Призы будут интересные, потому что не факт, что победитель будет один. И обязательно смотрите видео. 15 июня будет видео с результатами, то есть с ответами на ваши вопросы. И я уже там же скажу, кто будет победителем и какие будут подарки. Ну все, увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok